Девять дочек и шесть сыновей. Я буду, я стану, я попробую. Я себя преодолеваю. Слушайте, ну я... Мешаешь мне выступать. Ты такая счастливая. Ты не представляешь, ты не будешь одна. Я работаю телеведущей на главном канале страны. У нас очень комфортные, хорошие условия для работы. Доброй ранец, Беларусь! В эфире телеканала Беларусь-1 и спутникового телеканала Беларусь-24. Программа Доброй ранец, Беларусь. В эфире Светлана Боровская. Сегодня 11 июня. Вчера по всей стране прошли выпускные вечера, поэтому не будем с утра сильно шуметь. Пусть деточки наши отсыпаются. Ну а всех родителей я поздравляю. И желаю терпения на следующем этапе. Пусть поступление в то учебное заведение, которое вы выбрали, пройдет легко. Я имею в виду дети, а не родители. Но, как говорится, все поздается в сравнении. Кто-то переживает по поводу поступления своего чада один раз, кто-то два, кто-то три. В семье, с которой мы сегодня познакомимся, 15 детей. Это 15 выпускных, это 15 поступлений. 15 тысяч волнений. Будут и другие интересные знакомства. Отправляемся в Кобринский район. Не во всех парках есть танцевальные площадки. Но в Кобрине в парке она есть. И сегодня нас ждет танцевальный батл. Здравствуйте, вы Наталья. Я Наталья. Ой, мне, Светлана, зовут. Пришли на ваш батл. Скажите, что это будет за два коллектива? Это разные коллектива? Это два разных коллектива, которые работают в нашем детском учреждении. Да, и у них разные хореографы. Разные хореографы, название образцов ее одного и второго. Наталья, значит, они равны, в принципе, по мастерству. И одинаковое, в принципе, количество лет занимаются. Нет, коллектив «Модерн» гораздо моложе, потому что это коллектив современного танца. А про лесочки – это коллектив, которым руководит педагог почти 50 лет. Есть разница. Классика всегда вечная. Ну что, мы можем начать посмотреть? Можем начать. Давайте, заодно тихоньку покомментируем. Мы с вами тоже из коллектива профессиональных. Я танцевала всю жизнь в школе и в институте. А по сколько лет детки занимаются? Ну, это уже не детки, такие молодые. Даже больше, чем в школе. Потому что они в 3,5-4 приходят к нам в коллектив. И они до 11 класса занимаются. А потом, смотрите, они заканчивают, уезжают или не уезжают. А у вас подрастают другие, да? Да. Все время смена поколений. А вот с караваем идет наша болитмейстер, выпускница коллектива. И она пришла сюда работать молодым специалистом. Сказали, что это серьезный танец, мы не будем улыбаться. Да? Да. Они так решили, да? Может быть, и так. Хотят нам донести, что это тревожное. Ну, немножко. Скажем так, это какой-то другой жанр совсем. Мои любимые прически, гладкие косички. В коллективе, кроме педагогов, работают аккомпаниаторы, валитмейстеры. Поэтому, конечно, у большого количества детей должно быть большое количество взрослых. Да, конечно. Красивая. Причем мы ведь не отбираем детей. Вот к нам кто пришел в 4 года? Маленькие, толстенькие. Маленькие, худенькие, длинненькие. А я думала, что все-таки вы обмерли. Не гнущиеся мы берем всех. Мы не отказываем никому. Ну, они, конечно, вырастают, они выравнивают. Кто-то остается. Кто-то, конечно же, немножко уходит в другую сферу деятельности. Потому что мы же еще и рисуем, мы же еще и поем, мы же еще и ракеты запускаем. То есть многоплановая работа в центре. Рыженькая, прямо артистка готовая. А теперь поаплодируйте друг другу как можно громче. Громче, 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 гром. Судя по аплодисментам, я понял одно. Победил танец. И те ребята, которые занимаются им с любовью. Большое вам спасибо. Ребята, спасибо большое. Это очень красиво. Это очень красиво. На это можно смотреть бесконечно. Я бы попросила сейчас маленький батл телевизионный. Сейчас я вам его расскажу. А пока я хочу попросить коллектив про лески. Я знаю, что ваш преподаватель Светлана Иосифовна сейчас приболела. Есть такое. Есть такое дело. Давайте ей вот прям будет все и видно, и слышно, и придаст ей силы. Ну что можно одновременно крикнуть? Выздоравливайте, мы вас любим. Три, четыре. Выздоравливайте, мы вас любим. Вот что. Где ваш преподаватель? Слава Богу, он рядом с вами. Давайте тогда просто мы вас любим. А то сидит ваш преподаватель, и что? Мы вас любим, да? Да. Три, четыре. Мы вас любим! Ой, преподаватель вас тоже. Ну а теперь, если позволите, маленький батл. Значит, приглашаю вас. Пойдемте, Катя. И давайте выделите еще кого-нибудь из всего вашего коллектива. Девочки, артистки же, наоборот, все рвутся на сцену, чтобы только трэш прекрасный. Встаем. Значит, пожалуйста, выделите мне одну пару. Танцуем, пока мы не остановим. Как угодно. Вам, конечно, в костюмах будет труднее, как угодно, но попробуйте их обыграть. Тем более у вас пара. Хороший батл! Так, дайте я вас разведу. Поехали! Дима, присядку! Спасибо! Ну что, идите ко мне, мои дорогие. Вот так побеждает дружба. Вы сами от себя ожидали такое? Конечно. Конечно, молодец. И главное, все же получилось. Понимаете, все просто супер. Два коллектива под одной крышей, на одной танцплощадке, в прекрасном городе, в прекрасном парке. Я желаю вам много гастролей, много аплодисментов, много цветов и много поклонников. Вы прекрасны, мои дорогие. Спасибо большое. Спасибо. Доброй раннице, Беларусь! Можно, крикни сейчас, мама, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю! Молодец! Это река Муховец, правый приток Западного Буга. Ее длина 113 километров. В 2010 году на ее берегу ввели в эксплуатацию грибную базу. Сегодня мы увидим тренировку байдаршников и узнаем, с чего же начать, если вдруг вы решили заняться грибными видами спорта. Николай, здравствуйте! Добрый день! Меня зовут Светлана. Меня зовут Николай. Очень приятно. Николай, скажите, пожалуйста, ну вот насколько это сегодня популярно? Это по-прежнему популярно, грибные виды спорта? Вы знаете, я сам с этим видом познакомился в 2010 году, когда построили нашу базу. Это был проект республиканского фестиваля Дожинки в 2010 году. Нам посчастливилось, чтобы нам такой объект построили. У нас есть где тренироваться. У нас не грибной канал, но большое спасибо, что построили базу. И как-то вот мы обустраиваемся с каждым годом, все больше и больше втягиваем детей в здоровый образ жизни. И с какого возраста вы их втягиваете? Уже с 10 лет дети могут начинать, те, которые умеют плавать на воде, могут приходить и заниматься этим замечательным видом. Это главное условие, да. Сколько всего детей у вас занимается? Детей у нас занимается 120 в этом году. Это дети от 10 до 16 лет. А как попасть к вам в вашу детско-юношескую школу спортивную? У нас идет набор. День открытых дверей мы, как правило, проводим 1 сентября. Раз в году? Раз в году. У нас есть определенные требования, есть тесты, по которым они проходят по физической подготовке. Тоже, как я говорил, умение плавать, нахождение на воде. А, например, в тесте написано, сколько раз можешь отжаться? Человек пишет 40. Это нет. Это больше взгляд тренера на антропометрию. У нас нет, конечно, своих институтов медицинских, но у нас тренера имеют такие образования. Ну, опыта, глаза, конечно. И второе, мы, конечно, даем многим детям первый шанс, чтобы они попробовали. А мы сейчас что увидим? Куда идем? А мы сейчас, наверное, с вами пройдем. У нас ребята приехали из Минска, были заславлены на республиканских соревнованиях. Ой, мы там снимали тоже. Да, 4 дня. Они все уставшие, измотанные, но они все равно будут выходить на тренировку, на воды, и вы сможете с ними познакомиться. Ну, пойдемте. Пойдемте. Я бы всегда хотел, чтобы мой ребенок занимался, потому что он на свежем воздухе, детей больных не бывает. А у вас есть дети? Есть дети, и обязательно будут здесь заниматься. А сколько им лет? Они маленькие? Ну, вот в этом году исполнится 10, и весной сразу сюда. А он хочет? Вы спросили. Она хочет. Она хочет. А у вас же и девочки есть, правда? Ой, ну классно. Вот, а сейчас мы подойдем к нашему тренеру. Александр, я хочу вас познакомить с Светланой. Здравствуйте. Подходите к нам под... Ой, нет, просто держите. Это Александр. Меня Светлана зовут. Здравствуйте. Он у нас профессионал своего дела. Да, да. И смотрите, вот дождь, снег, вот Николай Александрович говорит, что прям все равно бы работает. Где матросы, это пыль. Красиво. Ой, я буду это теперь... Видите, уже научили. Вот для тех, кто, может быть, сегодня это посмотрит, и решит, что все-таки надо мальчика или девочку отдать. Вот с чего начать, ребенку? Или родителям? Родителям пройти медосмотр. Родителям или ребенку? Нет, ребенку пройти медосмотр, чтобы он был допущен к занятиям. И прийти, у нас летний вид спорта. Да. А сейчас же лето, самое лето. Да, лето, красота. У нас лагеря здесь проводятся. А вот девочки и мальчики, это разные истории на воде, вот грибные виды спорта? Психика у них более... Девочки более выносливые, я так вам скажу. Хорошо. И вообще развитие гребли в Кобрине было именно связано с девочками. Раньше девочки показали достойный результат. То есть были участники чемпионата мира и победители республиканских соревнований. То есть благодаря им построена эта база. Благодаря девочкам. Девочки, спасибо за грибную базу в городе Кобрин. Ну что, давайте посмотрим тренировку тогда. Сегодня сколько ребят выйдет? Это же профессионалы, да? Сегодня, да, группа, шесть человек выйдет. Мальчики и девочки? Учебно-тренировочная группа, второго года обучения. А мальчики и девочки будут? Мальчики, две девочки и четыре мальчика. Отлично. Сколько человек будет садиться? А что, надо садиться? Конечно. Мы были в островце с Костей и разрубали лед лодкой. Я была мокрая вся. Ну, а мы же мокрые не будем, нам же еще целый день работать. Я вам куртку дам. А дайте мне, пожалуйста, куртку. В общем, я буду, я стану, я попробую. Я все преодолеваю. Быстрее, сильнее. Для матросов это пыль. Для матросов это пыль. Да. Саша, поклянитесь вы, что вы будете ехать медленно и печально. Все будет хорошо. Бывает, падаем. Что вы делаете? Не надо, ну зачем? Боже мой, какой у вас ужасный тренер. Ой! Ой, все, моя красота. Ну, это тоже очень хорошо. Надо жить здесь и сейчас. Идет зеленый цвет, цвет жизни, природа. Вы меня не застегивайте. Вы меня жилеточку и все. А, позалепили, да. Потому? Потому что мы пилоты. Угу. Ага, Саша говорит. Ага. Сейчас увидишь, какие мы пилоты. Сейчас я вижу, какие глаза будут, когда я поеду. Нет, вот понимаете, вот так ехать Саше не надо. Саша, поклянитесь вы, что вы будете ехать медленно и печально. Все будет хорошо. Все, готово. Ну, прекрасно так. Я всегда сначала боюсь, а потом мне нравится. Снимаете? Крупным планом. Глаза. А пока нормально. Какой же он? Ай, нет, нет, нет! Слушайте, ну какой же он? Когда опоры нету, да, страшно. Вот, девочки, мужчинам верить нельзя. Только немножечко. Адреналин нужен должен быть. А, конечно. Так если вы меня предупредили, Света, сейчас будет адреналием. До спасателей. Разминаетесь, выстраивайтесь и поедем. Что вам нравится в этой работе? Девиз нашей базы. Развиваем тело, закаляем дух. Прежде всего, воспитать человека, потом олимпийского чемпиона. Это у нас в ВКонтакте записано. Как меня привлек вид спорта, меня привлек разнообразием тренировок. То есть гребец – это всесторонне развитый спортсмен. То есть он и бегает, и прыгает, и в футбол играет, в теннис настольный. Ну, я не знаю. А у вас есть дети? Да. А вы строгие? По пулечкой обнимает и целует. Да вы умеете, да. Ну, да. Вот видите, Бог вам поэтому дал девочку. Потому что с мальчиком вы бы, наверное, были строгими. Длинный, плотный грибок. Лера, вперед выезжает, Артем и Даша. Наверное, приятнее первым выезжать, чем последний. Нет, ну, это я чуть-чуть по силам распределяюсь. То есть вот в этой группе два кандидата в мастера спорта. Это какие? Это вот девочка, которая ближе к нам, к белой. Да, да. И парень на синей водке. Они уже кандидаты в мастера спорта. Остальные есть перворазрядники и вторые. Ой, девочка, смотрите, как пошла, как пошла. Четко, спокойно, темп не нужен. Длинный, плотный грибок. Она же по телевизору ее снимает. Она хочет темп. Никто никуда не рвется. Сколько уже лет работаете, тренируете? 22. Так много. Ох, а как не скажешь, что 22. Ох, здоровый теле, здоровый дух. 22 года. Это ж у Москвы. Вода нам придает силы. Ой, а люди ходят, любуются, да, на мосту. Вот, вот, любуются. Что-то вы сейчас будете... Нет, подожди, тихонько. Тихонько. Да, ты-то не поулыбаешься, не поболтаешься. Ну, на воде нужна дисциплина. У нас такой вид спорта. Вообще сосредоточенность какая должна быть? Никакого толстта. Ну, она же очень неустойчивая. А бывает, что... Ну, конечно. Прямо, как холодно. Я вам так скажу, если кто-то не выворачивался, мы обязательно проводим перерывку, чтобы вы выворачивались. А как это было? Где-то лето. А прям на воде что-то выворачивали? Брызги. Ой, упал, упал. Костя, упал. Снимай. Видите, он не плывет к берегу. Бедненький мальчик. Ой, осторожно. Ой, боже, слушай, зато ты показал нам шум, понимаешь? И без этого было бы невеста. Так что ты герой. Давай руку. Холодно тебе? Да. Боже, боже. Иди сюда, сюда, сюда. Залазь. Ой, посиди уже. Ой. Апиратно. Ой, а ты сапоги, а ты не потерял ничего? Давай, давай, снимай. Может, я ему куртку дам? Нет, нет, я свою дам. Я специально надеваюсь. Ага. Ну ты герой. Подождите, микрофон. Осторожненько, давайте, я держу. Как тебя зовут, герой? Артем? Ой, мокренький какой, боже мой. Мама все увидит, с ума сойдет. Передай маме привет. Вон, в ту камеру. Вот так чемпионы. Кто не падал, тот не поднимался. Вот, мама, что я вам скажу. Хорошо, когда скажете, посушу. Артем, сам сделай. Посушу, посушу. Он не маленький. И просто мы о нем заботимся. Не надо эти сюси-пуси раздать. Не сюси-пуси никакие. У вас, доченька, вам не понять, как мама любит сыночков своих. Застегнулся ты? Вот вы единственный у мамы или нет? Нет, трое. Трое? А вы какой по счету? Средний. Средний был и так и ся. Да. Вы помните? Девчонки, держимся на воде. Артем, герой. Вы просили специально, чтобы все вывернулись. Нет, ну как тебе не стоит? Девочки, не слушайте, это неправда. Вот такой никогда не просили. Удача теплая, Артем, да? Ну как теплая? Минус 10, минус 20. Она зимой плюс 3. А, да? Да. А как мы ее сейчас с собой повезем? Никак. Он сейчас сядет и поедет. Да вы что? Сейчас воду выльем. Жестко у вас, Артем, конечно. Сядь, сядь обратно, мокрая десяточка наша. Сядь. И поедет. Я-то думала, мы ее на борт возьмем. Нет. Бывает, когда слишком холодно, то берешь на борт, укутаешь. Видите, я одеяло специально взял. Ой, господи, пожалуйста, там же укута тихо. Да, кстати. Это ж я не для вас взял, укута. Я поняла. А я-то подумала. Думаю, что все как идти. Артем, удачи. Ты уже герой. Тебе уже не надо больше сильного. Тихонько лежать. Нормально чувствуешь? Артем. Все, поехали. Готовы? Внимание. Темп, темп, темп. Ногами, 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 ногами показать. Я валию за Артема, который мокрый. Капает, стекает вода. А сними, пожалуйста, как я умираю на любимой работе. Я люблю свою работу. Я приду сюда в субботу, а потом и в воскресенье. Здесь я встречу день рождения. Дальше. А я не помню дальше. Ну, не важно. Смысл вы поняли. Да. Все, на базу красиво доезжаем и выходим. Бывает, падаем. Бывает, падаем. Что вы делаете? Не надо, ну, зачем? Боже мой, какой у вас ужасный тренер. Ой. Надо же почувствовать. Это еще просто мощности не хватает. Не надо же, я вас умоляю. Ой. Ой. Лайпа. Можем перевернуться. Так что мне не прижимаетесь. Не надо, пожалуйста, не надо. Все, мы просто едем. Я работаю телеведущей на главном канале страны. У нас очень комфортное, хорошее условие для работы. Шикарное. Просто шикарное, подсказывает оператор, потому что вся камера в дождике и зонтик не спасает. Ну, что? Это, как я называю, тепличные огурчики. Привыкли там в кабинете. Мне вообще не тепличные ни разу. Да вы что? Все, ничего не делаем? Ничего не делаем. Мокрые все по самое некуда. Это, повторяем, подвиг островца. Только там лед мы рассекали. А сейчас вот... Я вам скажу, что дети, вы не пропадете нигде, еще и спасете взрослых. Потому что Саша такому их учит. Мамы все будет хорошо, я думаю. То есть я бы, знаете, вот я на все это посмотрела и подумала, я бы сына привела к этим тренерам в эту школу. Потому что он вроде как такой жесткий, а на самом деле за них переживает, их там смотрит, зашкирят, берет в лодку, засовывает, потом обратно. Как с родными котятками. Спасибо, Саша. Это отлично. Я желаю вам успехов. Вы прямо на месте. Это жизнь. Николай Александрович, берегите детей, берегите своих тренеров и себя в том числе. Мы будем стараться. Да. Спасибо вам. До свидания. Забирайте курточку. Там наверху уже. Она все равно уже очень мокрая. Мы приехали в деревню Еремичи. Здесь живет одна из самых многодетных семей в Брестской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы, Геннадий Михайлович и Галина Михайловна? Да. Ну что, пойдемте смотреть на ваши сокровища. Да? Да. Пойдемте. Привет. Какие у тебя в глазах красивые. Здравствуйте. Здравствуйте, принцессы. Что вы? Сколько принцесс, сколько принцов. Подожди, ты же папина дочка? Ты папина дочка. А ты чья дочка? Моя мама. А ты мамина дочка. Так, значит, раз ты папина дочка, значит, мань... Как внучка? Это внучка. Это же внучка. Правда? Это мучка. А где твоя мама? А это твоя мама. Это Сташа. Слушайте, невозможно понять, где дочки, где внучки, потому что вы какие-то молодые. Слушайте, у вас бабушка и дедушка. А, подожди, а ты внучка или дочка? Внучка. Ты тоже внучка. А ты внук или сын? Молодец. Чего себе. Да что же. А где дети-то ваши? Ну вот еще. Здравствуйте. Милая горячая. Боже мой царство, королевство. Что, не все? Еще как не все. Да, еще мы двоих, но это с зятями и сына одного нет. Ну, с зятями, двоих детей. Ну, знаете, зятя-то не родственник какой-то. Простите, дорогая зятя. Но вы же не родственники, вы же вам просто повезло, понимаете? С тещей, с дочкой. Но еще у нас одна в Минске. Одна в Минске, понимаете. Слушайте, ну у вас как-то женское царство больше, да? Ну, вот самая маленькая. Это дочечка. Да. Как тебя зовут? Милана. Милана. А сколько у вас детей было в вашей семье? У меня двое, да. Я и брат. А вы и брат, а у вас? Девять. А, так вот откуда все. Да все пошло, она старшая там была. Вы самая старшая. Так вы вырастили всех. У меня ребенка. Вы фактически, Галина Михайловна, вы с рождения растите детей. Сначала братьев, сестер, потом дочек, сыновей, потом внуков. Значит, сколько у вас дочек и сыновей? Девять. Дочек? Шесть сыновей. Поднимите руки, кто дети, кто не внуки. Поднимите руки, кто дети. Так. Так, Милана. Дитя в середку. Иди, дитя. Это дитя? Ну да. Да ты что? Прям в твою? У этого дитя есть собственное дитя. Ничего себе. Значит так, подождите. Знаете, первое поднимают руки дети. Значит, подняли дети руки. Так, дайте быстро щитом. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Девять. Поднимает десять. Вот одиннадцать. Двенадцать. Двенадцать я насчитала. Сергея нет, Юлия нет. Нет, еще кого-то нет. Нет, еще кого-то нет. Вы еще нет. Можно я присяду, чтобы я вас рассмотрела? Иди ко мне сюда на каленочке. Иди ко мне. Чего жать? Где меня? Алиса. Ой, какое красивое. Знаете, я бы тоже хотела, чтобы меня звали Алиса. Но тогда так не называли девочек. Давайте каждый скажет, как его зовут. Громко по очереди. Давай, с тебя начинаем. Милана, мы поняли. Следующая. Давайте, всех, все подряд. Говори, как тебя зовут. Говори, как тебя зовут. Слушай, Эверина. Мама тебя зовут. Хорошо, ладно, дальше. Амелия зовут. Амелия? Амелия. Красивое какое имя. А папа как зовут? Вадим. Нафанаин. А как коротко вы зовете тогда? Натан. Натан. Да. Ничего себе. Вы большим начальником, наверное. А вас как зовут? Даник. Даник. Даник, это мне уже понятно. Далее. Карина. Карина. Никита. Это сын. Да. Никита и Нила. Подождите, как? Это ваш сын? Да. А сколько вам лет? Двадцать лет. А я думала, она несовершеннолетняя за ночь пошла. Нет, да, я пошла несовершеннолетняя. Правда? Я спрашиваю после школы. Как и мама? Мама выходила замуж в 17 лет. А, да. У меня сын Света, ты мой сын. А, это ваш сын очень, да. И моя дочь Кристина. А вас тогда роза. Роза? Боже мой, какие. А вас? Давид? Прекрасно. Так, ты можешь. Алиса, я помню. Руфина. 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 Лили. Яна. 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 Ирочка. Тебя как зовут? Миша. Миша, да? Миша два. Так, а тебя как зовут малышка? Эдин София. София. София, ты можешь кружиться в центре. Ты такая воздушная девочка. Галина Михайловна, а вы же не по одному рожали? По одному. Как по одному? Мы очень хотели двойню, но вот нас нету. А троней тоже не было? Нет, троней и двойней, все по одному. Есть дети через полтора года рожденные, через годы семь, годы девять, через два есть. И почти через три есть уже последние. Почти через три. А Кировый в каком году родился? В девяносто девочек. Первая девочка у нас родилась в девяносто втором. В девяносто втором году. Это кто старшенькая самая? Яна, вот, Яна. Старшенькая, да, самая, с гулечкой, которая. А кто у вас задира такой? Знаете, бывает, который задирается. Бредный. Все почему-то смотрят на вас, красавцы. Да нет. Судя по тому, что все так задираны. Я что, в годах? Нет, ну когда-то вот эти два мальчика у нас задираны были. Были задираны, да. Ну они тут же могли поконфликтовать. И тут же быстро все. Ну, зато сейчас. А как в деревне к вам относятся люди? Вот в деревне, в Кобрине. Вы же, наверное, знаменитые уже. Хорошо, хорошее отношение с соседями? Хорошо, да. Хорошее отношение. Я была бы счастлива, если бы у меня рядом жила такая семья. Вот я была бы счастлива. Есть люди разные, конечно, но вроде все одинарные. Еще когда мы учились в школе, было такое, ну скажем, неординарное отношение многодетной семьи. Где-то кто-то мог посмеяться. Да, да, да. Ну вас не обижают. Много я встретила как-то отозвестницу с Кустяну сколько-то, наверное, лет пять в школе. И она сказала ей свою правду, что как вам повезло, что вас так много. Боже мой, лапочка моя хорошая. Какая же она красивая, какая же она прекрасная, ваша девочка. Ну ты же понимала это и тогда. Слушай, на самом деле, ты такая счастливая. Ты не представляешь, ты вместе и так не будешь отпустили. На самом деле, если что-то где-то надо, первым делом мы сможем друг друга. Конечно. И обязательно кто-то приедет и поможет. Мы не звоним чужим людям. Кто не понимал раньше, но сейчас кто видит, там мы вместе все. У нас не бывает даже кругу почти теших надеевых. Да, да, да. Да, да, это счастье. И мы вам очень благодарны, что вы пустили на свой дом и прямо в свое сердце. Ой, это так трогательно. Пойдемте на улицу. А нет, еще песня. Я вспомнила, вы еще песню обещали спеть. Да, 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 идет, идет. Где уютное светло, Где душа находит радость, Где хозяин нам добро, Где снимается усталость, Где работа и досуг, Рядом в гармоничном круге, Где отец надежный друг, Мама лучшая подруга, Моя семья. Где бы дни, Но я все мысливаясь с ней, Моя семья. Круг хорошим делом занятых друзей, Моя семья. С ним сроднен, И той судьбой, Одним отцом, Моя семья. Ждет кого на небе чудный, Вечный дом. Судя по тому, что вы улыбающиеся, Крепкие люди, Я все понимаю, как много у вас забот. Я все про это понимаю. Но вы же каким-то образом стоите, Улыбаетесь, принимаете нас. Когда-то учительница, Моя классная руководитель, Она нас учила так, Что дети, если вам не хочется что-то делать, Нет желания, Знаете то, что есть такое слово «надо»? Да. Вот я живу, Я всегда помню, Я всегда, ну, меня устала, допустим. А как говорят, А для себя? Уделите себе внимание. Для себя внимание. Можно не? Мама, конечно. Все, слава, я слава, я слава. Все, все, все. Я больше не знаю. Мы живем с таким словом. Надо, значит, надо, надо. Когда купили картину, Муж купил подарок, Там розы на ней, И дети, Наверное, у нас было до 14 еще, Дети посчитали, Мама, здесь 15 бутонов. Наверное, Ну, но все письмо. Не покупайте больше картин. Не покупайте где 25 роз. Ну, уже, наверное, да. Уже, наверное. А внуках сколько? Ой, это красота. Ну, это только начало, конечно. Только пятеро женаты. А если все женятся? А если все женятся, И буденки, А вы дождитесь правнуков, То терраски не хватит. Двора не хватит, Что бы поставить. Двора не хватит. А давайте сделаем общие фото. А потом сверим количество. Через годы. Доброй ранницы, Беларусь! Молодец, Миша! Ну, все! Вот таким получилось утро 11 июня. Сегодня мы вновь познакомились С интересными людьми. С людьми из реальной жизни. Спасибо всем, Кто помогал нам готовить эту программу. Увидимся ровно через неделю. С вами всегда ваша Светлана Боровская. И ждите в гости. На, 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 маленькая, на, на, дурочка, ешь! Приходят радости, когда не ждешь. Если в небе светит радуга, Закончен дождь. На тебя я как-то рад posit смотрю. Мир привычный я с тобой, не узнаю. Потому что день любой и час любой Счастливым стал для нас с тобой. На тебя я как-то радematic смотрю. Мир привычный я с тобой, не узнаю. Потому что день любой и час любой Мама, я тебя люблю! Молодец! Саша говорит, ага, ща увидишь, какие мы пилоты. Я вижу такие глаза будут, когда я поеду. Возьмите, крупный план. Глаза. А пока нормально. Страшно. Девочки, мужчинам верить нельзя. Если б ты другой была, то песней стану бы не могла. Бывает, падает. Что вы делаете? Не надо, ну зачем? Боже мой, какой у вас ужасный тренер. Ой! Нам всегда приходят радости, когда не ждешь. ПОЁТ Условия для работы. ПОЁТ 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 ПОЁТ